Это воспоминания одного из танкистов, который рассказал, как ему пришлось выбираться из подбитого горящего танка весной 1945 года. Теплое весеннее солнце озарило землю к юго-востоку от Берлина. Было около 10 часов утра, и все начиналось по новой. Пехоты и танки ушли в атаку. С ближайшего спаржевого поля к нам потянулись раненые. Все старались вновь покрепче вцепиться в броню нашего танка. Мы быстро устремились вперед, догонять своих. Вскоре танк снова остановился. Впереди рядом с дорогой стояло противотанковое орудие, которое нам удалось уничтожить фугасным снарядом. Внезапно со стороны правого борта донесся металлический лязг, за которым последовало продолжительное шипение. Вокруг развился ослепительный белый туман. На секунду наступила мертвая тишина. Нам следовало бы заметить раньше этот танк справа от нас. Глаза зажмурились сами собой. Руки стиснули голову, как будто бы это могло нас защитить. Густой белый дым заполнил всю кабину нашего танка. От волны обжигающего жара перехватило дыхание. Танк горел. Ужас и паралич, как наваждение, овладели сознанием. Захлебывающийся крик. Каждый пытается найти спасительный выход наружу, на свежий воздух. А языки пламени обжигают руки и лицо. Головы и тела ударяются друг об друга. Руки цепляются за раскаленную крышку спасительного люка. Легкие того и гляди взорвутся. Кровь бешено стучит в горле и черепной коробке. Перед глазами пурпурная чернота, иногда разрываемая зелеными вспышками. Непослушными руками я хватаюсь за люк. Барахтаюсь. Натыкаюсь на пушку и приборы. И в крышку люка ударяются сразу две головы. Инстинктивно я отталкиваю своего заряжающего вниз. Сам вперед головой и всем корпусом вываливаюсь наверх. Цепляюсь за крючок своей кожаной курткой и срываю ее. В последний раз замечаю, как блеснули мои награды, прежде чем куртка полетит в горящие чрева танка. Вниз головой падаю с башни танка, отталкиваясь руками от брони. Вижу, что с пальцев рук почти слезла вся кожа и одним рывком срываю ее остатки, чувствуя, как струится кровь. За мной из танка выпрыгиваю от горящего, как факел, фигура радиста. Мимо меня проносятся обожженные люди. В следующий момент за нашей спиной раздается взрыв. Башня отделяется от танка. Все, это конец. Выбрался из танка, еще не значит, что выжил. Но я бегу в сторону своих, туда, где спасение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok